всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте сегодня у нас необычное как обычно бритьё я бы даже сказал несколько эпохальное благодаря станиславу сегодня будет первый мире русскоязычный обзор на станок rex ambassador из нержавеющей стали из самой мать его америки представляете то есть не ну да мы с вами крутышки у нас много таких обзоров которые первые русскоязычные появлялись но это прям это прям и дело даже не в том что там мэтт как его зовут кудряшкин или как прошу прощения это тоже что-то русское такое вот сдается мне то ли бабка то ли прабабка то ли прадедка что-то вот у него точно или из польши или с украины или с россии то есть откуда-то вот оттуда приехали но все-таки за этот станок слишком много было разговоров потому что ну во-первых сделал никто попала то самая компания которая занималась долгие годы обслуживанием американских станков такие как slim fat boy то есть она их реставрировала чистила пылинки сдувала реанимировала приводила божеский вид а потом предлагала к реализации да она и сейчас это делает и очень часто у них спрашивали молодой чемодан мэтт а вот когда а вот где а вот чего но и несколько лет ребята корпели над этим а вот наконец-то прошлом году и разродились не совсем все просто было да это как нормальный новый ребенок родился в муках родился не совсем просто потому что из первых партий и старых партий возвращались танки на доработку рекалов было много то есть претензий и по внешнему виду по обработке по работе колечкой по пружине там внутри что-то там застревала короче ребята все это было и над всем этим компания работала 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 и вот последняя партия которая n1 первого квартала 2018 года со слов мэтта не вернулась пока ничего от всей души надеюсь что и свой станок до номера 08 80 n1 я тоже обратно не отправлю да я больше чем уверен что не отправлю охрен дождёйся я если чё там сам дону плену так раз и отполировал это во-первых во-вторых еще одна приятная вещь то на месте то не сидит они только оптимизируют производство но и думает о том как снизить стоимость своего изделия потому что 249 баксов как ни крути сумма не маленькая и он уже открытую говорит что 200 баксов ему нравится больше дождемся ли мы этого знаменательного момента или нет это покажет время а вы пока идите смотрите на него поближе поподробней там трогайте шубайте а я начинаю догонять rex rex ambassador от Razor empire коробочка просто оформлена со вкусом вот это soft touch смотрится конечно достаточно строго неброско и в то же самое время функционально красиво чувствуется что делаем со вкусом хотя в некоторых местах как-то кажется что несколько топорно но тем не менее общее впечатление приятное вот это на софта чека прорезиненная мужичок в шляпе запорном элементе нет ничего необычного крышка просто снимается здесь у нас сама красота все открывается будет вот такой бейджик обязательно на котором компания дает необходимую информацию ну плюс здесь еще кое-что напишут размеры станка говорят что 87 миллиметров 88 7 ну в принципе то на то диаметр ручки 12 9 44 миллиметра на 25 и 4 как многие уже вероятно знают прототипом этого станка послужил гипс аджастабл но он сделан был в прошлом столетии по моему в тридцатых или сороковых годах из тынкового сплава прототипом да но не клоном как некоторые считают то что на самом деле здесь многое-многое по-другому хотя к чести сказать на гипс до сих пор еще поступают очень великолепные отзывы и многие его до сих пор еще хвалят здесь можно многие напево увидеть от тех танков кого которые мы уже знаем как сам мэтт писарчик говорит даже вот эту вот бумбышку которая здесь крутится и позволяет нам менять лезвие он попал старался оставить от 34 си меркура нравится ему это сама ручка ну тут определенное сходство конечно же с фэдбоем и со слимом вы тоже можете заметить с некоторыми экземплярами из них на тактильном уровне она просто великолепно как верно говорят это перчатка геккона то есть тут вот знаете залипает просто и уверенно держать регулировка станка она сделана очень интересным способом то есть получается мы крутим вот это кольцо здесь есть на отображение от одного до шести но получается вы скажем так само кольцо крутится цифры стоят на месте то есть когда вы регулируете если вы хотите чтобы точка всегда была напротив вас вам нужно будет вращать сам станок или вот сейчас мы стоим на единичке вы крутите колечко но станок вам все равно вращать придется не секрет и для от вас скрывать не буду что я конечно же пробежал по некоторым зарубежным форумам именно зарубежным потому что там он появился в первую очередь этот станок и почитал отзывы людей об этом изделии должен сказать что отрицательных нет я их там просто не нашел есть ярко восторженные есть умеренные есть хорошие есть положительные всякие есть но отрицательных нет в основное большинство кто использует этот станок отмечает что они пользуются на агрессивности от двух с половиной до четырех четверка вернее не четверка а четыре с половиной как говорят эти люди она воспринимается примерно как шестерка на роквилле 6s и человек который вот я комментарии специально покажу человек который буржуин который привык к слимом к фэдбоем набрится на девятой позиции он на четвертую с половиной позиции заходил так знаете саковато маленечко опасался на лезвие лезвие используют самые разнообразные жилеты полсильвер и какие только не называли но мы с вами сегодня поставим фазер принципе доверяю эту реакцию которую он покажет я сумею быстрее всего распознать итак нижняя часть откручиваем вот ведь она никуда не девается она остается здесь это позволяет нам снять верхнюю часть все станок разделен на две обыкновенные части двухсоставной в принципе его можно разобрать как я уже говорил на восемь частей как это сделать но вероятно как то можно но надеюсь у меня поймете что у меня нет желания его разбирать ковыряться без особой необходимости если не дай боже что-то случится конечно буду ломать голову но сейчас пока никакого желания итак те отличия которые вы сможете найти визуально а верхняя плита по сравнению с первыми образцами м4 м3 она конечно же изменилась там верхняя плита была совершенно другая здесь я вижу те упрощения которые сделаны они сделаны в угоду технологичности дабы быстрее и проще обрабатывать с меньшими энергозатратами вот здесь повышена технологичность верхней плиты точно также повышена технологичность и вот этой части не знаю как правильно ее назвать если раньше отверстия были прямоугольные это было еще от гипса когда с него слизывали или когда он служил прототипом вот эти вот отверстия были не овальные с прямыми углами сейчас же их сделали полукруглыми и за счет этого маленечко сэкономили плюс утолщена сделано утолщение вот этой плиты на первых версиях она была значительно тоньше как мы писарчик говорит это сделано специально чтобы скрыть некоторые погрешности при обработке чтобы не было такого сильного влияния на конечное качество сделано было еще много других вещей и с вращательным кольцом которая поначалу крутилась уж очень слабо и многие на это грешили до сих пор не исправлена вот эта красная точка многие с не очень так себе зрением говорят что у нас слишком маленькая плохо ее видно да маленькая но мне по барабану я в очках поэтому тут я сказать пока ничего не могу бреюсь да без очков но перед этим я все равно выставляю опять же она красная надеюсь уж красная на белом я смогу заметить цифры на цифры тоже некоторые грешили так как они сделаны путем лазерной гравировки кое-кто их называл и сейчас называет не ярко выраженными судите сами я их нормально вижу то есть тут каких-то особых претензий я бы наверно все таки не стал предъявлять ну и нижняя плита на нижней плиты плите с одной стороны у нас название rex кстати само название rex и когда спросили об этом мэтта писарчика он говорит ну это не только название фирмы но еще сокращенно от revisit excellent то есть по латыни типа король но говорит а я это еще перевожу как разорс employing experience то есть опыт работы его предыдущей компании с этой стороны серийный номер обозначение квартала но это что это сделано в соединенных штатах америки если он плохо видно давайте вам что покрупнее сделаю так ну вот так наверно вам будет лучше видно но и с этой стороны вот он rex 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 это тоже лазерная гравировка я тоже это нормально вижу особых каких-то таких знаете залипухов не нахожу причем поставить лизы хотел бы вас попросить обратить внимание еще на одну вещь не все станки которые сейчас показываю можно сравнить с с амбассадором но тем не менее собрал все что у меня есть потому что это все регулируемые ну клона клона футура но в принципе годный нормальный хороший станок но здесь он все-таки присутствует по праву и на его примере в том числе можно сравнить и показать насколько тоньше и изящный голова по сравнению с меркуром прогрессом ручка длина ручки меньше чем у меркура прогресс лонга но примерно такая же как у простого прогресса некоторые своих отзывах буржуины говорят что ручка здесь для них коротка пока я так сказать не могу потому что она чувствуется скажем так как единое целое я прекрасно понимаю что возьми ее длине и вес тонка увеличился бы а вес тонка больше чем 110 грамм не каждый будет воспринимать на ура ну если сравнивать эрби золинген он конечно же нерегулируемый это всего лишь бабочка но знаете отчасти как-то отдаленно все-таки напоминает slim у стак с натяжкой это знаете так вот просто чтобы сравнить здесь уже что-то по изящности все-таки сопоставимо это эрби золинген все-таки голова у него повыше здесь все-таки по изящней вот так если проводить внешнее сравнение в общем и целом станок в руке сидит ребятам не трудно описать это ощущение потому что он но у меня таких станков раньше не было то есть понимаете вот будь у него ручка потоньше 12 миллиметров 11 миллиметров он бы еще на что-то был похож он бы еще что-то напоминал но у него ручка 13 миллиметров будь у него насечка другая а здесь именно такая насечка это скорее всего фрезерованием сделано тоже можно было бы что-то притянуть а здесь не притянешь ничего потому что это какой-то сбитый боровичок знаете как белый гриб вот он маленький плотненький тяжеленький и такой вот что то вот такой вот это бульдожик какой-то и трудно его сравнить с чем-то скажу так пока приятно ну даже наверно больше приятно тут приятно умножьте на два ну кайфово вот так вот пока держать его в руке как же он будет брить скоро узнаем но пока кроме приятных впечатлений больше ничего нет лезвие сейчас поставим посмотрим на вылет так сразу на площадку наверно тоже можно я видел мэтт так делал интересно у нас такой финт ушами пройдет нет папа да проходит почему нет дэнди прижимать то надо и кстати еще одна приятная особенность станка если на других нужно было как-то тут же мир меркур прогресс нужно было какие-то риски сбоку ловить для того чтобы понимать правильно ты ставишь плиту или нет здесь этого не нужно как поставил так и поставил вот все до конца докрутил стала итак вот наша единичка давайте выгонять ее на шестерку посмотрим что получится вот эта тройка напоминаю вот единичка эта тройка а это я выгнал до упора а упора у нас показывает шесть половиной да даже не шесть и теперь уходим постепенно опять на единичку была какая-то мысль знаете такая подлинная начать бриться шестерки но после того как буржуинов и их отзывы почитал что-то как-то ссыкотно ребята стало наверное давайте знаете что воспользуемся особенностью этого станка то что регулировка у него бесступенчатая здесь нет какой-то фиксации на одной определенной цифре здесь вы можете выбрать любое положение которое вам по душе к примеру 4 4 и 1 24 и 25 405 4 75 4 78 в конце концов вы также можете поставить я наверное все таки поставлю четыре с половиной дабы хоть как-то понять стоит ли мне вообще на шестерку рыпаться или нет если же это четыре с половиной на физере покажет себя но более-менее адекватно но посмотрим может быть повыше поднимемся но пока жить хочу четыре с половиной вот так пускай и будет приятное впечатление от обработки станка хотя первые партии которые выходили там конечно же визгу писку было это не обработка станка за 250 баксов шоу нам тут фуфел напихали мрак стыд тарам дарам 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 короче все это было ребята было все это возвращали доделывали переделывали принимали к сведению ну и как мэтт говорит от 18 года все партии которые были выпущены еще пока ни одного не вернулась пока пока нравится молодцы ребята что работают над ошибками и все исправляют понятно что сегодня ощущение праздника и хочется его продлить для этого я выбрал вот это вот мыло с галчонком вороненком или как его хотите назовите который прислал прислал дмитрий долбанов город москва за что ему огромнейшее спасибо название этого мыла которое произведено в городе эссен германия вот об хаум файнстер разница и ребята прочитайте кто по-немецки по-русски это самое лучшее мыло для бритья почему они так считают может быть отчасти приоткроет состав мыло куда входит кокосовое масло и много-много других ништяков 250 миллилитров объем этой банки как сам производитель заявляет что чего 59 год интересно как сам производитель заверяет что в это алюминиевые банки можно не только хранить но еще вот в этой крышке использовать ее как ну как для прообразования пены как это можно сделать такими маленькими краями плюс еще вот здесь вот эта вот мягкая штучка вставлена она сама по себе по кайфу но если я здесь начну возюкать пеной а боюсь что пена под нее попадет ну что-то как-то знаете не хочется мыло это не мыло ребята это крем мыло вот чуть-чуть прикасаешься и она уже прогибается под пальцами такое прям найти нежная нежная как вот но не сахарная вата чуть-чуть потверже но что-то рядом запах аква ярко выраженная ничем не прикрытая галимая аква это океан с какими-то пронзительными нотами но не йод не разложение водорослей там не умершее животное а что-то знаете скорее всего там ноты той радости и той эйфории которые вы будете испытывать если будете посреди океана на паруснике стоять вот так вот распростев на носу распростерт руки вот помните как в этом песенка знаменитая в титанике ну вот примерно такой кайф от этого запаха и ловишь потому что запах на самом деле вкусный с одной стороны он напоминает что-то знаете неуловимое из домашнего пользования то ли у меня мыло было такое для бритья от сквайр или как она еще называется то ли турецкая то ли американская уже не помню что то ли еще что-то но я всегда любил этот запах и он сейчас мне нравится огромное спасибо диме что прислал все это и посмотрим как это будет в работе чтобы праздник как можно дольше продолжался у нас будет еще один немец от шеи мак я думаю что если два немецких товарища попробует от это отыграть сегодня вторую скрипку я думаю что это будет очень зачетно конечно те помазки 8 штук из китая от яков которые сейчас сидят и ждут твою и визе иванов ты когда нас на обзор выпустишь задолбались мы сидеть они горько плачут они 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 скучают но я им пообещал что я с вами договорюсь и в следующих обзорах наверно все таки они выйдут что сколько им там уже можно сидеть но пока пока шевый маг мой big блосик маленький хорошенький который наконец-то я распознал брата колю а до этого я его не понимал за что каюсь было дело было дело по авто шею ребята пока показывать нечего потому что сегодня хочу испытать свой пробник это последний штрих проба пират взвес в этот испытание всех компонентов по уходовым по высыханию по пленке по всей по всей этой билиберде по но там верхняя нота сердца шлейфовая то есть вот это мне нужно испытать конечно могу в тихушку за кадром но мне важно как это будет после бритья но только что сбритую щетину поэтому будет сегодня мой пробник вы уж сильно не обессудьте а пока хочу напомнить если участок жара лета если у кого-нибудь точно также жирнится кожа в районе носа как и у меня ребята найдите себе что-нибудь такое вкусненькое вот один из ярких примеров это диар харрис вот это лимон и ветивер фейс вошер который вот опасная бритва рф свое время прислала он не до сих пор служит верой и правдой знаю что не все этим пользуются ребята начните не именно этим у кого-то другой у кого-то самодельный у кого-то российский у кого-то другой буржуинский неважно просто вот такие вот штуки нам сейчас жару ой 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 как помогают просто диар харрис ки вот этот фейс в фейс вошер лимона ветивера это один из вот просто не забывайте найдите себе что-то подобное и пользуйтесь очень классная штука в жару очень сильно помогает ребят по запаху ну уголчонок уголчонок да на самом деле это ярко выраженная аква да это кианические дела то есть вот что-то вот такое но я вам так скажу пока пока этот запах он не просто нравится он не будет во мне буревестника не вставляют не в задницу фитиль не просит рваться куда-то в облака чтобы как-то буревестника на груди рубашку так вы знаете кураж когда наступает а там уже по барабану там где прет так пучит не по-детски там уже забиваешь на все и тебе только дай только вот вот такого не просто нравится просто хороший как будет брить и посмотрим и давайте знаете что давайте начинать сбивать они пришли пришли давайте из него пришли сделано потом уже пойдем сбивать пену и посмотрим что они там говорят в крышке что-то можно делать да посмотрим и на их крышку так чуть-чуть водички смочим о каплю воды налил такое ощущение что пьет воду нет не пьешь но как-то так знаете питалась чуть-чуть так ну посмотрим о молочко получилось сразу легкий легкий запах остается пока по кайфу просто кайф на эти вот лето хороший запах ты где-то у бассейна вот на океане вот это благоухание так решили с нами сделали на эти пены займемся чё еще все так библосиком уже замочили лишнее уберем и давайте поглядим шо он нам покажет бодрого отклика с полутыка знаете как изможденная девственница которую сто пятьсот лет просидела в башне ждала когда же ты твою дивизию принц то уже придешь а тут принц пришел на него как накинулась накинулась и пена в разные стороны такого нет обыкновенно нормально нормально собирает вот сейчас уже пободрее начало гораздо спокойнее было а сейчас уже такой серьезный отклик пошел но смотрите ребят на помазок мы маленько собрали да но вот сейчас мне очень интересно я уберу крышку и чем него прям в этой крышке что ну чисто теоретически но практически смотрите все на пальцах то не ну крышку использовать чтобы помазок ставить это да это я могу поверить а чтобы взбивать пену ну разве что уж у вас помазок шибко махенький и тогда да тогда там возможно что-то у вас еще и получится опять же после всех этих процедур вы начнете промывать попадет под эту крышку и лишняя влага вам мыли да оно надо не я бы не стал этого делать давайте еще маленечко наберем и пойдем в обычную чашу так стопы для подстраховки мы эту чашу прямо здесь сейчас поставим чтоб там если чё капнет с конца и как раз вот чашу и упадет все сухенько нормально чуть-чуть он брякнулась слишком бодрая ребята слишком бодрая и на будущее сам для себя я бы наверно в чашу то и не пошел бы я бы скорее всего сразу на лицо пошел потому что это уже практически готовый продукт ночью огород городе тут уже бриться надо так сейчас я воду выработаю чтоб тут лишний не было вот все можем идти бриться а вы знаете когда летом за бортом двадцать семь с плюсом если допустим тот же самый компресс не холодный не горячий а просто теплый делать так вы знаете я не знаю грался там 40 по кайфу реально по кайфу ну давайте посмотрим что у нас получится беглосик лялечка 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 Та-ри-да-ти-да-ти-та-там вам хрен королечка Та-ри-да-та-ля-та-та-та-там И мы с тобой забьём Та-ри-да-ти-да-ти-да-ти-да Всякую хрень, не слушайте, блин. Кажется, я начал улавливать основной фан этого мыла. Так, ну что ж, да, без очков эту точку надо ловить. Я ее все равно ни хрена не вижу. А, вот, увидел, все, 4,5. У нас сейчас получается трехдневная щетина, но чуть больше. И лезвие физер вот сейчас на 4,5 позиции и пойдем. Особого жим-жим нет. 4,5 в любом случае не будет перезбивать 41 голову. Но все-таки, знаете, такое определенное ожидание есть. Ну, посмотрим, что получится. Ни хрена себе. Ну, хорошо снял. Четыре с половиной. Ну, это побольше, чем шестерка на роквиле. Никакой необходимости давить. За счет балансировки и веса станка просто отпускаешь, он идет сам. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Еще одна засада. Вот эта подставочка, которая не канает. Тут нужна какая-то особая. Ну, пока, ребята, до самого начала был далек от того, что я с первого раза раскушу это изделие. Но пока, вот знаете, зашкала положительных эмоций нет. И есть какая-то спокойная уверенность. И есть понимание того, что это нравится. Насколько, это еще только предстоит осознать. Ну, вот пока очень хорошо. Очень. И, кстати, по скольжению у мыла тоже зашкаливает. Мыло здесь более чем. Так, чуть-чуть намочу. С чаши брать не будем. Так, четыре с половиной мы это попробовали. Давайте, наверное, на троечку-то и спрыгнем от греха подальше. Пока он мне тут все хлебало не разнес. Так, хотя бы, ну, хоть что-то почувствовать. Потому что на четыре с половиной я даже, мне кажется, чувствовал, как... Вот если чуть-чуть быстрее делал, чем надо. Мне кажется, вот вибрация какая-то была. Может быть, показалось. Но все равно на троечку-то получше. Тем более физер, что уже. Подсаживается, что ли, или что? Да, подсаживается. Воды много? Многое или мало? М-м-м-м... Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Ну вот троечка уже увереннее и больше понравилось. На лице практически ничего не осталось. Ну вот если для ежедневного бритья я в принципе уже готов. Да, где-то часов через 6-7 тут что-то появится. Но сейчас-то я молодец огурец. Вполне себе. Так, наносим пену и на 2,5. Как же оно пахнет, ребята. Специально я не стал смачивать лицо, дабы проверить много воды было или мало. Сейчас без лишней воды. Ну вот сами посмотрите. Регулируется легко и на самом деле безступенчато. То есть ты где хочешь сам остановишь. И кольцо крутится так, что сам ты не собьешь. В первых версиях, да, было такое. Люди там потихонечку говорили, что вот там, вот там. Если чего, ну и все, и бегай его лови. А тут нет, тут такого сейчас нету. Так, ну и все, и все, и все. Как он, зараза, на 2,5 это шуршит, аж так. Прям ух, по кайфу. Одобривка. Мои парни, браво, браво, браво. Ну чуть-чуть деца вот здесь вот, да. И вот здесь вот обычные места. Сейчас мы их быстренько уберем и автошейф. Эй, стоять Маруська. Ну лишняя вода этому мылу не нужна. Так, а сейчас ли добривку вообще на двоечке попробовать сделать? Вот так, чтобы посмотреть. Вот так. М-мм... Продолжение следует... Парни, добривку делать этим скамком – одно удовольствие. Но это уже в заключительном слове. Итак, выбриты мы великолепно. Шо у нас тут есть. Вот он помазок, вот она чаша. Не село ничего. Тут как вот было чуть-чуть, так чуть-чуть и осталось. А сам помазочек. Ой! Это мылое настроение. Но оно его может создать. Все, автошейф. Как-то странно получилось. Перед бритком в этот раз был прохладный компресс. 40 градусов. А сейчас тепленький. И так по кайфу, я вам скажу. Кстати, может обратили внимание, не успел убрать диаровский фейс-вошер, который опасно бритвой РФ прислала. Ребята, сейчас по жаре, когда очень часто бывает на лице вот это липкое, противное. Фу, я терпеть это ненавижу. Берешь децил вот этой штуки, руки намочил, лицо намочил. Даже если у вас нет такой вжигалки, как у меня, просто ватным понжиком вот у жены подрезал. Джин-джин-джин. Я человеком становлюсь. Реально. Не обязательно брать такой же. Есть и наши советские, есть и другие буржуинские. Просто вот чего-то себе такое вот заведите. На крайняк, ну, у жены, не, у женщин не такое, у них там нет. Черные точки убирает, жир убирает. И вот это вот, знаете, которое по жаре, ну, для чего человеку поры? Вот в организме есть чего нехорошее? То есть вот то, что нафиг не надо. Организм, ну, не дурак. Он в поры. А, открывай поры, хып, открывает он, лопатой какая-то тут закидывать. И по жаре такая хрень иногда отсюда лезет. Ну, просто диву даешь, что, блин, ничего себе там дерьма собралось. Да, ребята, бывает. Вот это все убирает, вымывает все нафиг. И ты уже вроде не такой-то и дерьмовый. И вроде еще и ничего. Это, во-первых. Во-вторых, листерин. Утром, обед и вечером. Такая штука, я вам скажу. Помогает, реально помогает. Только от родителей прячьтесь. У нас мама 80 лет, она его чуть ни на один раз не выпила. Пришлось объяснять. Ну, это так. Автошиев. Ребят, полностью я вам сейчас за него рассказывать не буду, потому что это все еще маленькая тайна. Ярослав. Он единственный пока попробовал из Германии. Но он что-то не спешит поделиться. Мне же нужно понять, насколько это уже... Ну, короче. Ой, бля. Чу-чу-чу-чу-чу. Ммм. Ой. О. Ментол-то надо убавить маленько. Чуть-чуть. Глаза не слезятся, но где-то рядом. Но по лету. Фу. Хорошо, что на лицо нанес. Если бы сейчас куда-то в другое место попало, тут бы сейчас бегал, круги бы нарезал. Шумахер бы перевернулся, где он там сейчас. Ой. Нужно было это испытание, ребята, по двум причинам. Первая причина. Автошиев полностью... Ого. И теперь глаза щипят. Однозначно меньше надо. Он полностью органический. То есть он натуральный. Там никакой химии не будет совершенно. И у всех этих продуктов есть период созревания. Нельзя такое, знаешь, тыр-пыр, восемь дыр, смешал, ты-ты-ты-ты. На. Не. Не идет. Там нужно по всем этапам пройти верно, чтобы у тебя все было взвешено с расстановкой, как в том анекдоте про гору молодого и взрослого бычка. Вот надо делать, как взрослый бычок говорит. Как молодой тут ни хера не получится. Не будет. Ерунда на выходе будет. Это во-первых. Во-вторых, у меня был там один вопрос по пленке. И вот сейчас мне его надо проверить. Пока, пока, к сожалению, она есть. Но что будет дальше, посмотрим. Так вот, с этим разобрались. А, вопрос параллельный был. Ребят, скажите, вот сейчас лето, и есть мысль одну треть от общей массы выпустить с ментолом, а две трети без. Ваше мнение? Или вы наоборот думаете, что одну треть без ментола, а раз лето две трети с ментолом, а потом уже в зиму там вообще без ментола. То есть вот, как скажете, у меня вот сейчас вот пока в голове одна треть с ментолом, две трети без ментола. То есть это будет один и тот же запах, но один с охлаждающим эффектом, другой без. И, ну, смотря как, там будет свой эффект, но только вот этого кулинга не будет. Вот хотелось бы ваше мнение услышать, что вы скажете. Но самое главное, я уже понял. С запахом, с запахом угадал. Все получилось. Как планировал. Тут такое, блядь. Хорошо, хорошо. Рады, блин, прям. Так, ладно. Потом все расскажу. Молчать не стану. Итак, мыло. Дима, огромное тебе спасибо, что подогнал. Мыло на самом деле интересное. Во-первых, оно цепляет внешним видом, оформлением и своей консистенцией. То есть это и не твердое мыло, и не мягкое мыло. Это какое-то, знаете, как, ну, не пудра мыла, а что-то такое, знаете, вот как суфле, суфле, мягкое вот такое, безе, что-то вот такое. Но не мягкое до беспредела. То есть смотришь на него и потихонечку офигеваешь. В тон ему и цвет. Ты сразу же понимаешь, что это что-то необычное. И да, на самом деле, когда нюхаешь вот это, ой, ты словочка моя, ты пришла кому-то привет передавать. Ну, давай, передашь сейчас привет. Ребенку тоже жарко. И вот сейчас ребенок. Тебе жарко? Кстати, как тебе мой новый ата-шейф? Что скажешь? Да ты моя сладкая, тебе тоже нравится. Вот все, молодец, беги, девочка моя. Парни, видели? Софочка полизала. Ну, я же говорил, все нормально. Софа, ну, это мои записки, что ты делаешь? Девка растет, блин, характер. Прям, ух, охотник, люблю ее. Так вот, запах не такой, чтобы он выращивал за спиной крылья, заставлял душу развернуться и просто с криком бонзай кидаться в море бритья и там просто рубить налево-направо. Нет, он спокойно умиротворяющий. Он не сильный, но он достаточный ровно в той степени, чтобы на протяжении всего бритья вас сопровождать. То есть, понимаете, вот вы начали бриться и закончили бриться и все это время запах будет с вами. Он не сильный и не слабый, он средний. Не часто я встречал такое, как правило, у меня были претензии по запаху, но другого рода, а здесь смотрите, как интересно получается. Интересно, интересно. И вот для меня это несколько неожиданно. То есть, вот как-то вот по запаху я снимаю свою претензию. Да, крыльев не растит, но он очень-очень приятен. И на протяжении всего бритья с вами и по кайфу. Реально такое ощущение, что сидишь в бассейне, бреешься, а за бассейном там еще что-то голубое колышется. Классно. Будет экономичное, пенообразование 5, структура пены 5, скольжение станка 5, подскольжение 5. Было некоторое пидозра, что оно там что-то подсаживается, то есть все 5-10. Это не было виновата. Это я ему просто воды лишней дал. Вот так вот не может сделать. Говорит, слышь, братан, ну ты как-то там это головой-то дружи. И как только мы воду убрали, сразу же появилась нормальная, хорошая пена и в принципе все было хорошо. Стойкость пены до самого конца. То есть, понимаешь, что немцы, вот назвав вот это мыло самое лучшее мыло для бритья, да, в некоторой степени это, конечно, маркетинг. То есть, ничуть не хуже мыло полно их навалом, но тем не менее это хорошее мыло. 14,5 евро платить за него не платить, ребята, ну вы подумайте, это же не за 100 мл и не за 125. 14,5 это за 250 на секундочку. Плюс алюминиевая банка, вы об этом подумали? Вот будет вам хреново. Взял банку, пошел, дал и глядишь там, я не знаю, на что хватит. Да ни на что не хватит. Короче, до 14,5 евро 250 мл да это нормальный ценник. Вообще хороший и по объему, и по всему. Верхние крышки, как говорит проверитель, я бы сбивать, конечно же, не стал. Но в общем и целом очень интересный продукт и прям хорошо. Крепкая 5, без всяких дополнительных баллов, просто пятерка. Помазок Шеремак не удивил. Он впал в ту впору, когда он выдает стабильное качество, беря его в руку, я понимаю, что я беру и он это качество несет с гордо поднятой головой. Ни единого шанса, ни единого момента, ни единой зацепки, ни единой вот такой заусинки не оставляет сказать, а вот ты, а вот тебе, нету, у меня все нормально, отвали, это он туда иди, а у меня все хорошо. То есть, вот я начал его понимать, хотя и подно, но начал. и чем дальше, тем он мне больше, больше нравится. И я знаю, прекрасно знаю, что парни и из России, и из Украины, некоторые берут эти помазки, отписывают мне, и я думаю, что они вам, парни, также нравятся. Хорошая штука, реально хорошая, вообще вещь. Ну и станок. Вы знаете, я далек от того, чтобы пуститься во все тяжкие, бить себя пяткой в грудь и кричать, ребята, все стройными рядами дуйте камерикосом, берите. Я тем более бы этого не сказал, потому что у нас есть в России магазин, который продает вот это вот. И ссылку вы найдете на него в описании под видео. Огромное спасибо Станиславу, что показал все это. Дело в том, что я думаю, что этот инструмент гораздо глубже, чем он может показаться сначала. На сегодняшний момент я прекрасно понимаю, что кроме положительных эмоций он мне не дал ничего. И в то же самое время я прекрасно понимаю, что я его до конца-то не понял. Потому что инструмент гораздо серьезнее, чем он есть на первый взгляд, как он кажется. Почему я так решил? Почему мне вот эта мысль в голову пришла? Во-первых, благодаря его бритью меня шокировало две вещи. Первое, это как он ведет себя на добривке. Вы понимаете, если большинство станков, которые вот на добривку выходишь уже после третьего прохода и начинаешь там что-то проводить, ты хочешь, не хочешь, ты вынужден как-то там чуть-чуть поддавливать, там где-то что-то тянуть, что-то делать. Здесь нет. Здесь я просто подношу и провожу. И он... Вот так вот. Просто убирает. Первое, второе. Регулировка. Ну, я не привык к этому, а надо привыкать. Потому что все прежние станки, которые у меня были, там была ступенчатая регулировка. То есть, один, один с половиной, два, два с половиной, три, три с половиной, четыре, четыре с половиной. Да, он тебе все это давал. А здесь нет этих ограничений. Ты крути, куда хочешь. То есть, куда лечу, куда хочу, куда хочу, туда лечу, куда хочу, туда кручу. Вот, он здесь все дает. Здесь нет промежуточных ступеней, как ты себе поставишь, где найдешь то самое окошко, для тебя любимое, самое, любимого, самое приятное, самое хорошее, с этим лезвием. Но решаешь только ты сам. Косвенно, косвенно эта мысль у меня начала появляться, наверное, еще после того, как я прочел комментарий на забугорных форумах, то, что там некоторые товарищи пишут, что вау, этот станок мне дал ощущение лезвия на четыре с половиной, дарам-дарам. У меня не было ощущения лезвия на четыре с половиной. У меня было ощущение, что, знаете, как-то подвибрирует. Возможно, это не так. Нужно еще пробовать. Но почему-то на физере мне этого не хочется. Я в следующий раз, если и буду это делать, на четыре с половиной, на пять, на шесть, как там выйдет. Но, скорее всего, поставлю какое-то другое лезвия. На забугорных сайтах очень многие пишут за Бальзана, на Сильвер, на жилет Сильвер Блю. Блю, господи, ну, голубой жилет. Потом еще один товарищ писал, по-моему, за Пол Сильвер. Ну, с одной стороны, закралась мысль о всеядности станка. Ему пофигу на лезвия. А с другой стороны, я-то так сказать не могу, потому что я вообще никаких лезвий, кроме физера, не пробовал. И вот в следующий раз, когда начнем бриться, обязательно нужно будет что-нибудь поставить из тех, что я люблю, и посмотреть, как он побреет. Но на сегодняшний момент, Софочка, ну, что ты? Ребята, я получил великолепное бритье. Просто обалденное. Просто шикарное. Мне это очень нравится. И причем, это все в одном флаконе. То есть, вот есть, вот, вот, пока каких-то явных преимуществ перед, ты где? А, вот, прогрессом, кроме визуальных, и кроме того, что это не ржавейка, ну, говорят, что прогресс тоже не ржавейка, но выглядят они все-таки по-разному, согласитесь. Я вот так сказать не могу. Эстетически он, конечно же, мне больше нравится. В бритье он другой. Другой. И голова у него более изящная. Но это опять же та еще фигня, что, ну, что это, что это, все равно можно приноровиться зайти. Здесь это гораздо проще и удобнее. Здесь это несколько с укрутасами, но тем не менее, все равно вы можете это сделать. Особых проблем каких-то нет. Но они в бритье разные. Разные. С вашего позволения я бы еще хотел его погонять хотя бы пару-тройку раз, дабы понять его получше. Но с первого раза это просто пять. Пять. Без всяких дополнительных баллов. Там без всяких слюней. Вот просто хорошая нормальная пятерка. Теоретически эти дополнительные баллы можно было навешать и за внешний вид, и за эстетику, и за удобство в эксплуатации. То есть, вот эти все настройки и за обработку. Да, да, все это можно было бы сделать. Но с другой стороны станок за 250 баксов он как минимум должен так выглядеть. Вначале этого не было. Ну и народ там бузил. Потом компания это исправляла. Но сейчас это есть и это хорошо. Чего в плюс-то записывать? Так это должно быть. Вот такие вот первые впечатления. Я очень рад, что у меня есть этот станок. Я с печенкой чувствую, что здесь немеряное поле для экспериментов. И мне очень хочется поэкспериментировать с ним. Ну, вот как-то так. Пока вот такое внутри все дрожит. Если честно, боюсь лишнего чего-нибудь сказать, чтобы не спугнуть. Что-то внутри зарождается. Посмотрим, посмотрим. Впереди паровоза бежать не будем. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам будет здорово. Я пускай всегда-сегда все будет хорошо. Но если вдруг какая-то отказия у вас получится, то, ребята, не отказывайте себе в удовольствии. Вот, побалуйте себя вот хорошими вещами. Вот. В конце концов, если у вас есть возможность, сделайте это. Нет, но это не то, ради чего нужно поп рвать. Но это то, что делает нашу жизнь ну, чуточку веселее, где-то красивее. Возможно так. Вот. Все. Пока-пока. Берегите себя. Завтра пятница. И стрим будет, как всегда, как обычно. Есть идея устроить бритвенный. Ну, там розыгрыш, там собрать в кучу много-много всего. Но пока с вами не посоветовался, не хочу это выносить на большое, так сказать. Уф-ух. Ну, вот завтра у нас стримы и потрендычим об этом. Ну, все. Пока-пока. Берегите себя. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. С вами был я, Вадим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова